привет интернет это выживатор и сегодня я буду выживать в игре insomnia the arc правда есть одно обстоятельство дело в том что я уже начал играть в эту игру еще на стадии беты к сожалению я не смогу продолжить это прохождение потому что сейв не очень совместим с новой релизной версии игры сейф загружается но возникают баги глюки которые приводят к зависанию игры поэтому придется начать новую игру но в этом есть и хорошая сторона потому что сейчас я знаю о мире игры больше чем тогда когда стартовал на стадии беты и буду комментировать и рассказывать что-то больше и понимать больше о мире этой игры потому что разработчики приложили к игре замечательный артбукс объяснение мира этой игры также были публикации новостные в которых они рассказывали о том что здесь произошло и тому подобное но прежде чем я приступлю я хочу сказать большое спасибо одному моему другу евгению женя спасибо тебе большое за этот замечательный подарок игра мне очень понравилась я правда ожидал что разработчики мне раз уж отдали ключ на эту дадут ключ и на релизную версию игры но они видимо очень заняты а может быть не хотят не хотели этого делать не знаю я не это лучше их спросить и спать но я уже даже был близок на самом деле купить ее но мне очень приятно было получить тебя этот подарок надеюсь тебе это при прохождении игры тоже понравится также как и мне спасибо тебе еще раз а теперь я расскажу о том о предыстории которую невозможно узнать нужно сложно узнать на старте и очень сложно воспринимать мир если ты ее не знаешь как мне кажется поэтому коротко я о ней расскажу народ номах начал свою историю на планете так тайна ну и так он ее называл и была на этой планете объединенной иерархии номах который привела цивилизацию людей там они называются тоже людьми к процветанию этот век стал очень плодотворным с точки зрения науки экономики и тому подобное но в северном доминионе в возник военно-политический блок 40 тоталитарный блок цивилизации номах который вобрал в себя ну скажем так все негативные стороны если сравнивать человеческим с нашим обществом там тоталитаризма нацизма и тому подобное при этом они были очень технически развитые и даже начинали ну представляли такую серьезную угрозу для народа номах для объединенной иерархии что иерархия напала нанесла превентивный удар по соргу развязав тем сам войну которая привела всю цивилизацию народа номах и наверное всю планету краху но к счастью до начала войны были построены ковчеги который предполагалось что будут исследовать космос на они были не очень не полностью как я понимаю закончены в тот момент да и даже те люди которые их населили во время войны там во время исхода на финальной стадии войны они тоже были не все видимо подготовлены к этому и многие наверное даже не предполагалось что они будут на этом ковчеге куда-то лететь но когда блок 40 по на последней стадии войны начал получать серьезные преимущества начал и технику там технически был более развит и так далее народ номах понял что пора отсюда валить пора искать новое место для жизни ну и скорее всего вам война уничтожила наверное экологию этой планеты настолько что проще было найти видимо другую какую-то планету и вот произошел исход несколько космических станций ушли в открытый космос в поисках нового лучшего места для жизни в этот момент мы начинаем игру и начнем игру мы с пролога который является необязательным для прохождения но он является во-первых обучением а во-вторых он познакомит нас с одним героем этой игры тайпер я знаю этого пройдоху уже много лет мы познакомились во время переделки у ржавой арены помню болтал безумалку но стрелял мастерский тут не поспоришь только в последнее время он редко высовывает нос из своей норы оно и понятно здоровье уже не то а может случилось чего но это уже не мое дело гостер следственная запись асг 412 и вот 412 лет уже летит эта станция часть персонала часть людей которые жили жили на станции летели в крео сне часть причем находите летая в крео сне все они летают каком-то лимби и даже как бы такая за что-то вроде ментальной социальной сети в которой они друг друга немножко даже видит видеть и ней но мы потом увидим это и еще во время исхода явно космическая станция была повреждена по ней наносились какие-то удары и это на нее на ней сказалось там уже многое было повреждено еще тогда что-то было наверное даже не достроена в тот момент потому что это мирная скажем так для мирного использования наверно в основном было станции не предполагалось война внесла свои коррективы так вот были еще люди которые незаконно каким-то образом проникли на станцию когда все когда начался исход они знали что ловить уже на этой планете нечего и проникли туда и их они стали неприкасаемыми геттерами как от которых мы увидим позже ну а мы приступаем геттерами 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 Этот крыльчатый 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 в дампе Он гораздо более вероятный, чем в этом новом доме На крайней мере, ты можешь лезть на стену там, если ты ударил Это наша разница с Эрбборном Мы не вытаскиваем время, посчитывая звезды Но мы можем видеть счастья, что с водой под нашими ногами Что английские субтитры на старте игры никак не переключишь Согласен Примерно, о чем он говорил, что, как я это понимаю Что жизнь на станции жестока И выживает сильнейший тот, кто умеет постоять за себя Но у нас, по крайней мере, здесь есть место для жизни И мы можем крепко стоять на своих ногах Здесь вот у нас такой ретро-футуристичный телефон Интересный Это терминал брокера Односторонний терминал связи Брокер выдал подобные аппараты всем, кому доверяют особые задания Сейчас его звонок как нельзя кстати Включить связь Терминал кряхтит и обращается к вам хорошо знакомым голосом В котором слышится почти издевательский восторг Тайпер Как поживаешь, малыш? Ты позвонил справиться о моем самочувствии? Сам знаешь Для меня нет ничего важнее здоровья моих ребят Так вот О чем это я? Мне тут нужен крепкий парень для крайне важного дела Возьмешься? Я подумаю Хорошо, подумай А я пока предложу это кому-нибудь другому Хрен с тобой Говори мне Говори, что нужно делать Чудно Объясняю расклад Нужно доставить ценный груз к периметру Про дождь Около аптеки Тебя будет ждать старик Гастир Заберешь у него контейнер И передашками Сару Фарке Гастир Сообщит Остальные подробности Периметр Хорошо Охраняется Как ты себе это представляешь? Я предупредил Кого нужно Но и от тебя потребуется Немного сноровки Не просто же так я тебе плачу Теперь ты работаешь с таможней Урба Похоже я многое пропустил Таможня Урба Это как раз Место в котором мы находимся Самое Самое Ну скажем так Цивилизованное Это Урба Здесь Как раз Основной тоталитаризм И Порядок Поддерживают Железным кулаком Правительство Теперь ты работаешь с таможней Урба Похоже я многое пропустил Скажем так Я слегка расширил свое дело Прости что не удосужился Поставить тебя в известность Гастир Не помню такого Ну уже Он был среди моих ребят Когда тебя вытаскивали из заварушки У ржавой арены Гастир сейчас держит магазин На площади славы Мастер на все руки Правда с переломанной спиной Ладно я все понял Всегда ценил тебя за сообразительность Я выйду на связь когда узнаю Что посылка доставлена По оплате не обижу Желаю удачи малыш Резкий щелчок Обрывает связь Гамбургер лежит Да? Или какой то бутерброд Тут у него конечно Полный бардак Тут он Геймбой что ли какой то лежит Персонаж Не умеет Ходить Он умеет только бегать Быстро и медленно К сожалению Пока так А спит он На Гвязных матрасах Правда В спальных Наверное К нему тут еще дамы заходят И даже музыку Слушает Наверное И любит выпить Судя по всему Прямо Здесь все это делает У него даже есть Холодильник Продукты Какие то Радио Может включить Какой замечательный постер У него Лучше бы не включал Так Пойдем дальше Подойдите к шкафчику И заберите свои вещи Забираем Загляните В рюкзак Заглянем Так Берем Броню Мне нравится Что в этой игре Много Описаний Для Оборудования Для предметов Описания качественные Интересные Но зачитывать Я его пожалуй не буду Чтобы не утруждать вас Здесь все понятно Это броня Это штаны Это меч А вот это Бульон Кустарный аналог Армейского биостима Быстро Восстанавливающий здоровье И повышающий Тонус Широко используется В ближнем радиусе В состав бульона Входит витамины Все группы Это у нас Омбургер И по началу Как я понимаю Разработчики Планировали Реализовать Систему голода И жажды И там была даже Куча еды Всякой Здесь даже есть Вот Голод Минус двадцать Но по-моему Они на релизе Его выпилили И не Сейчас От некоторых вещей Толку Сильно меньше Вот у нас есть Такой удобный Журнал Где все Под Выделяется Цветом У нас есть У нас даже Какая-то команда Есть Можно и управлять Видимо Персонаж Нет Немного Немного По сравнению С бетой Сократилось Количество Параметров Был Параметр Сытости И что-то еще Усталость Даже по-моему Точно Не помню Зато Появились Некоторые Характеристики Персонажа Перки Всякие И боевые Навыки И даже какая-то Карта По-моему ее не было Раньше Закрываем Берем меч Ударьте Мишень Нажав Левую кнопку Мыши Несите сильный удар Нет Удерживая Левую кнопку Мыши Окей Давай Бам Вызовите крапмастера на дружеский поединок А еще здесь есть вот такая защита о которой не сказали И вот такие уклонения о которых тоже не сказали Ну наверное скажут потом когда-нибудь Здесь у нас смотри какой-то спортзал И даже есть моноцикл Это такая машина в стиле Вархаммер На которых гоняют крысы Ну в Вархаммере крысы А здесь все подряд У кого Хватает Видимо Денег на то чтобы их купить Или как-то приобрести Или наглости Вызовите крапмастера на дружеский поединок А вот и наш чемпион Встречайте Ну что готов поставить свой титул на кон против крапмастера Что? Ты что несешь? Да ладно Ну подыграй мне Я оскорбляю тебя И твой меч А ты скажи что-нибудь про мое оружие и доспех Это же обычай Так подожди Какого хрена ты вообще здесь делаешь? Ну ты же не против если я тут немного потренируюсь Ты вроде сказал что я могу приходить в любое время Конечно ты был немного пьян Но на носу юбилейный турнир покровай я А я так и не смог найти напарника лучше чем ты Смотрю ты готов к поединку Давай спросим сначала Ты наверняка знаешь все о турнире покровая Не расскажешь? Само собой что ты хочешь знать Соратник О каком титуле ты говорил? Титул получает тот кто победил на ежегодном турнире Мне надо как следует налечь на тренировки Было бы здорово если бы ты согласился отработать со мной пару движений Как можно участвовать в турнире? Турнир пройдет на ржавой арене С которой кстати Нашего героя По словам его Партнера Скажем так С которым мы разговаривали по телефону Вытаскивали Четверо победителей Отправятся в высшую лигу крова Которые проходят в Катаре Городе мусорщиков На свалке Интересно То что это все происходит на свалке Явно говорит о том что Это не официальные какие-то бои Потому что свалка это не жилая зона Предстоящий турнир будет юбилейным Участвуют лучшие из лучших Чем юбилейный турнир отличается от обычного? В ежегодной кровае Сражаются двое на двое Ты сам выбираешь оружие Побеждает тот Кто последний остается на ногах В юбилейном будет все то же самое Только с конфетти Ха-ха Ты похоже всерьез нацелен на победу Так усердно мажешь мечом Я должен отомстить Ванильному слепню Этот ублюдок отнял мой титул И у меня будет только один шанс вернуть его Только не говори что тебе понадобится моя помощь Помощь? Знаешь а ты можешь помочь мне с речью Это вызов который я ему брошу Хорошо прочитать речь это половина дела Ну давай я тебя послушаю Ванильный слепень Сегодня твой бреющий полет будет прерван Я вспорю твое жирное тело И эта священная арена окропится твоей дурной кровью Я проделал долгий путь к твоему трону Который принадлежит тебе не по праву Сегодня тот самый день Когда ты падешь Клешня правосудия сомкнется на твоем горле Хм... Ну как? Ну как то так... Здорово? Мм... Да... Пробирает до самых костей Я мастер речей Зрители будут на моей стороне И это поможет мне разгромить его пух и прах Так что за хорошей победной речью Можешь обращаться ко мне Я смотрю ты готов к поединку Давай... Рыцарь канализации и крапмастер снова в деле А теперь приготовься к страданиям Так... Ой... Эй-эй! Ну-ка... Бам! 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 Эй! Довольно парень! Не нужно превращать меня в фарш Нужен признать, что драться ты не разучился Ладно, живи членистоногая Хм... Так... Ну что, пойдем Мортимер Я думаю это отсылка к Морти из Planescape Torment Очень уж он напоминает тот летающий череп Ну и повадками тоже с вами Этот информационный бот был подарен вам одним эксцентричным другом Исходная модель была сильно переработана и вам порой кажется, что напрасно Ну что, успел залить глаза? Пора немного пострелять, счастливый обладатель зависимости Стволы и патроны лежат на стойке перед стрельбищем Да, тренировка мне точно не помешает Ты же не против, если я посмотрю на твой триумф Под словом триумф я подразумеваю фиаско Хм... Мне показалось, что он в бета-версии был чуть-чуть Более Многоговорящим, но могу ошибаться Так, а где мне взять ружье? А ружье вон лежит Кстати, а здесь что? Ничего Куча какого-то металлолома Как и... Ну, топор зачем-то Убили Так Берем патроны Ружье и патроны Можно ли с ним поговорить? Как насчет того, чтобы заняться делом Дряблый бывший истребитель-мельниц Сейчас без проблем Так, берем Выбираем оружие У меня много патронов Заряжаем Фишка этого ружья в том, что В том, что один из восьми выстрелов обычно дает осечку Здесь, кстати говоря, я почему-то не вижу параметр износа этого оружия Не знаю Раньше был Я не могу его узнать Так, выстрелите, нажав левую кнопку мыши, не отпуская правую Мне очень нравится, на самом деле Вот эта система Стрельбы Многим она пришлась не по душе, к сожалению А мне кажется, что она просто великолепна И Ну, она не такая, как в других играх Но это же здорово Нельзя же все время делать все, как в других играх Правда? И мне нравится, как здесь реализован Там Реализован поиск всяких Таких предметов Правда, здесь еще Нужна, конечно, нормальная сортировка Потому что Со временем Винитарь забивается Опять Как 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 Очень нравится Как Как Я ненавижу Бротига Его подарки всегда выходили мне Боком Мой создатель Величайший гений Я имею ввиду, что Только гений Мог создать такую Совершенную модель Как я А что касается Его самого Кто Тот еще был кретин Слушай, какого хрена ты все время болтал Так, это было Что нового, жестянка? Нового? У тебя дома? Разве что Стало чуть больше бутылок Кстати Там к тебе зашел Тот странный дружок Выгони его Нахрен Я должен быть Твоим единственным собеседником В прошлый раз, когда я в бету проходил Я Выбрал первый вариант Но Знаешь Я Буду все-таки Немножко чередовать Чтобы Чтобы мы видели Другие варианты развития Если ты не заткнешься Я сделаю тебя вежливым Эй, ладно Я молчу Молчу Бот Поднижает уровень громкости Органический супенсиль Мог бы еще сказать Кожаный ублюдок Так Ничего Так Окей Ну-ка Дай-ка я кое-что Подкручу Сменить уровень Наверочи Нет, я не хочу сменять Уровень Наверочи Мне нравится Ну вот Ты опять забыл меня покормить И что теперь-то? Пойдем дальше Есть места Есть места, где вы не можете Использовать оружие Парень пишет Урб Дает нам Ничего Ну или Не дает нам ничего Давай Бери Эй Приятель Есть Есть Некоторые По-моему Проблемы Со сбором Большие Ну а мы побежим Не будем Тратить время Покинем локацию Да Резервация Промозглый мирок Где на каждом углу Ты в лучшем случае Встретишь Озлобленный взгляд А чаще ствол Приставленный К твоей голове Всем плевать Друг на друга Немного еды Побольше выпивки И не высовывать нос После наступления Комендантского Вот сейчас Терминал использовать Давай используем Использовал ты или нет Я не понимаю Давай используй терминал Сволочь Ну наконец-то Если бы здесь была Возможность ходить просто А не бегать Я бы больше ходил Люблю так прогуливаться Красиво Роботы здесь очень интересные В прошлый раз Когда я играл в бету Я пообщался с вот этим чуваком С бомжом с этим Довольно интересно Подожди приятель Почему не переведен Голос А? Язык русский Диалоги окружения Русская Что такое вообще? Обещали Обещали же разработчики Что Эти Голоса будут По-русски говорить Солдат Тиранг Тиранг Это Одно из Ну скажем так Подразделений Урба Давай без фокусов Давай без фокусов Проход закрыт Комендантский час уже начался Начнется с минуты на минуту Так что лучше тебе забиться В угол из которого ты Выпался Мне очень нужно пройти За этот кордон Ты перешагнешь только с пулей в затылке Ладно я уже ухожу А он как это Какой-то магазин одежды Люди какие-то интересные А сейчас мы поговорим с этим Бомжом Но не так как в прошлый раз в бете Бродяга сосредоточенно смотрит На пламя топливной бочки И что-то недовольно Бормочет себе под нос С тобой все в порядке? Будешь тут в порядке Когда пару дней назад Еле ноги унес От стаи личи и страусов Что же Что еще за личи страусы? Твой товарищ Что с ним? Давай спросим Что за личи страусы? Зверье с дальних границ свалки Жирные Но довольно стремительные Ублюдки Их яд Добавляют В некоторые виды Крика Личи страусы Забираются сверху И высасывают твои внутренности Прямо через живот Им почти удалось Проделать это с моим напарником Что вы делали на дальних границах свалки? Мы охотились вместе Один из личей страусов зацепил его Но это с ним не впервой Так что выкарабкается Может ему потребуется помощь? Не все так просто, друг мой Излетить его сможет только Терпкий коралл Который растет на дне ржавого озера Проход к тому озеру Хранят безголовые ходоки И вот если скажешь ему Дай догадайся Сейчас ты попросишь меня принести этот терпкий коралл Он скажет Слышь ты че? Серьезно что ли? Шуток не понимаешь? Я тут тебе втираю всякую ерунду Давай попробуем сказать ему Да вы просто перепились со своим дружком Я пошел Я поражаюсь твоей догадливости, странник Пусть удача улыбнется тебе на твоем пути Закончится разговор Мне очень нравится Какая здесь визуалка Какие здесь костюмы, шлемы Ну кстати Давай посмотрим на карту Вот в бете карты не было Лифт в убежище тайпера Так это здесь Отелье банды Глобальная карта Аптека Онера Водочистительный завод Давай посмотрим куда можно вообще идти Потому что В прошлый раз Многие блоки были закрыты Это не кончится ничем хорошим Говорит Что тут они допрашивают Да кого то А там вон похоже Кого то приняли Они вообще Очень плохо Относятся к геттерам Геттеры Это такие Люди Которые Ну не считаются Гражданами Урба Им очень Тяжело живется Очень Ну они бедные Они вообще геттеры Незаконно Это Потомки Тех Людей Которые Незаконно Проникли На станцию Сержант Тиран Если ты Опоздал на ночную смену Показывай рабочий пропуск Мне пора идти Это женщина или что я не понял Ну судя по груди это женщина Но судя по лицу нет Давай посмотрим на То что там есть дальше Там кто то бегает Так Здесь закрытый замок Но я не буду его взламывать Тем более что Рядом стоит его владелец Это будет достаточно глупо Геттер тут отдыхает Администрация Ну скорее всего сюда меня не пустят Чем могу помочь? Хм Вообще я ищу аптеку Она в конце улицы Если ты встанешь спиной к этим дверям Поторопись закончить свои дела Сам знаешь сколько уже времени Да Да Комендантский час начинается Поэтому мы тут не можем Долго бегать Нужно Скорее бежать дальше В аптеку Это обучающая часть игры Поэтому здесь особо Свободы нету Давай поговорим Давай поговорим с геттером Рабочий хмуро смотрит на то Как солдаты Обыскивают нелегалов Да уж Этим бедолагам предстоит Нелегкая ночь Кто они? Скорее всего просто бродяги Или пришли из сектора Б А там много зон С неопределенным статусом Сколько себя помню Там всегда были беспорядки В такие моменты понимаешь Что мы здесь живем не так уж и плохо Комендантский час Вот-вот начнется Ты успеешь Вернуться домой Мне то Здесь рукой подать У тебя не будет закурить? Геттер Хлопай себя по карману Да конечно Дал мне папиросы Я вообще сам не курящий И вам не советую Но я Задал этот вопрос Для того чтобы Продать потом эти Папиросы Тут вовсю идет Задержание Как бы меня Тоже не задержали На самом деле Мне очень нравится Костюм Вот этот бронированный Я тоже Такой хочу Нелегал Геттер отчаянно Кусает разбитую губу У меня У меня Украли удостоверение Ну откуда я знаю Почему У меня нет в базе Врет Ну тут уже Врать им бесполезно А тут какой-то Офицер стоит Приготовь удостоверение Геттер Закуривая папиросу Офицер Дивизии Тиранг Продолжает Со скучающим видом наблюдать за обыском Конечно Я шел Сюда как раз за этим Знаешь А ты мне нравишься Офицер сплевывает Шучу Что здесь происходит Облава Берем нелегалов Если не хочешь попасть Под горячую руку Держись подальше Этих ублюдков столько Что урб запустил Строительство еще Четырех изолятора Похоже где-то В ближнем радиусе Есть машина Которая их штампует Нелегально Ну Штампует Он конечно Загнул Геттеры размножаются Самостоятельно Без всяких машин И Игнорируют Запрет На рождение Новых детей Дело в том Что Здесь на станции Запрещено Иметь детей В блоке УРБ Этот закон Соблюдается И вопрос Зачем Все это было сделано И в том Что у них Ограниченный запас Ресурсов Пищевых И даже Они не могут Держать всех Все время В состоянии Бодрствования Они Часть населения Всегда Отправляют В стазис В котором Потребление Пищи Замедляется Ну и всего остального И так Они Экономят А Геттеры Не слушают Они Размножаются Без Бесконтрольно По сути УРБа Эти территории Не контролирует Поэтому Сделать с этим Ничего не может Поэтому Никаких машин Конечно Там нету А есть просто Здоровая сексуальность Скажем так Пристально Изучив Пластиковую карту Офицер Возвращает Ее вам Проваливай Если хочешь Успеть В свою Нору До комендантского часа Ок Так Теперь Надо Поговорить С Нашим Товарищем Доктором Орнером Здравствуй Тайпер Неужели Решил выбраться Куда-то Кроме Лавки Ляма Угадал Старина У меня Сегодня Рабочая смена Намечается Что-то серьезное Нет Скучно Не придумаешь На первый взгляд задание Пустяк Но что-то мне неспокойно Давай В прошлый раз я сказал Первый вариант Давай скажем второй Ну что ж Будь осторожен Вот возьми бульон Пригодится Тебе по старой дружбе Бесплатно Спасибо дружище Заходи как будет время Я раздобыл Бутылочку Качественного Конфискатор Само собой Док Загляну Как закончу дела Гастирс Человек с серым лицом подзывает вас жестом Вы едва узнаете того плечистого здоровяка с которым вам нередко приходилось работать много лет назад Эй Эй Тайпер Ты что это Никак меня не узнал Ты не думаешь Что я Что тебя все забыли Конечно Немало времени прошло Но многие старые гвардии помнят Истребителя мельниц Да Да Давай быстрее закончим с нашим делом Брокер сказал Ты передашь мне контейнер Давай спросим Конечно узнал Что с тобой случилось О чем это ты А дерьмо Я уже и забыл Что последний раз мы увиделись Когда моя спина Еще была прямая Лет восемь назад я угодил в ловушку в тоннелях Лишился пары метров кишок и двух позвоночных дисков Сочувствую старина Даже не знаю что сказать Да Времена уже не те У тебя судя по украшению на лице тоже нет особых поводов радоваться жизни Но мы встретились не языками чесать Забирай контейнер Черт возьми Тяжелый Береги его А то брокер тебе голову отрывает Смотри он отобразился здесь Вместе с украшениями Гастер сдержанно посмеивается Ладно Ближе к елу Куда нужно доставить этот ящик А Да Ты же не в курсе Посылку будут ждать в технических тоннелях Под 17 сектором периметра Генераторный Я дам тебе координаты Не заблудишься Брокер меня убить решил судя по всему Соглашусь Местечко не из приятных Полно охранных ботов Да и на военный патруль Наткнуться проще простого Но послушай Были у брокера поручения и поопасные Что ты знаешь о задании Я знаю только Что получатели Очень заинтересованы в том Чтобы все прошло гладко Кто эти получатели Кто-то из таможенной службы комитета Только Какое нам до этого дело Охранные боты Когда они были Проблемы Они могут стать проблемой Когда их много Хоть ты и истребитель мельниц Лучше обойтись без сломанных копий Не правда ли? Ладно разберусь Давай шагай Выходи через эти ворота Это самый короткий путь Спасибо Пошли Ну что ж А я на этом пожалуй Закончу Мне в целом все еще все нравится И конечно релиз у игры был довольно таки Ну спорным я бы сказал Например в бете была прекрасная озвучка Вот на этой территории Не было английской речи И разработчики обещали что будет русская локализация Я думаю что это повредило я думаю репутации Потому что сейчас пока отзывы ну такие смешанные немножко Но в целом Но в целом Ну молодцы Хотя будут скажем так Релизнулись все хорошо Есть как кое-какие Отличия от бета Ну такие не маленькие И что-то лучшее Что-то как мне кажется Не так хорошо получилось Ну Надеюсь вам понравилось это видео Подписывайтесь на канал На кураторскую страничку в стим Там я пишу обзоры И до встречи в следующем видео И Женя спасибо тебе еще раз за игру Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok